Всем привет! С вами снова я, Павел Концентр. Сегодня я вам покажу, как снимать на камеру Супер-8. Чувствуете, какое замечательное эго? Это очень необычное место для того, чтобы снимать на кинопленку. Наслаждаемся звуком птичек поющих. Это заброшенный бассейн старинный. Для того, чтобы снимать на камеру Супер-8, вам понадобится первое, и на камеру. В данном случае, Квартс 1, Абусер Тэш и ИС-2. Эту камеру можно купить на Авидах или в магазине. В каком-нибудь этом занимается помощной техникой, например, в творческом образовании среда. Стоимость этой камеры будет от одной до пяти тысяч рублей, примерно. Стоимость зависит от того, в каком камере состоять. Если вы хотите проверить камеру, заведомо протестированную, работающую, то лучше покупать в магазине. Если хотите сэкономить, то можете поискать на Авида варианты подешения. Итак, у нас есть камера Варс 1 на 8 С2. Второе, что вам понадобится, это киноплёнка. Киноплёнка Супер-8 свежая. Производство фирмы Кодек продаётся в творческой лаборатории среда. Это эксклюзивный продавец киноплёнка Супер-8 на территории Российской Федерации. Там хорошие цены и, самое главное, всегда хорошая плёнка. В данном случае у меня плёнка Codek Vision 3 200T, так сказать, предназначена для съёмки в помещениях при тёплом свете. Но мы с вами находимся на улице, в какой-то степени, наверное, в помещении, можно сказать. Тем не менее, это солнечный свет, поэтому мы будем ухитряться. И что именно мы будем делать, я расскажу вам попозже. И третье, что вам понадобится, это спотметр. Или экспонометр. Или любой прибор, другой, который позволит вам сомерить экспозицию. Это может быть вполне и айфон, или другой смартфон. Итак, начнём. Вскрываем киноплёнку. Свеженькую. Замечательная коробочка. Она нам ещё пригодится. Дальше. Киноплёнка запакована. Чтобы никакие солнечные лучи её не повредили. Вскрываем упаковку. Упаковка нам не приходится. Итак, перед нами плёнка. Видите, торчит. Вот она, уже этот кусочек засвеченный. Плёнка в кассете. Эту плёнку нужно вставить в камеру. Итак, вот наша камера. И вот наша кассета. Зарядим кассету в камеру. Откроем вот этот вот ключок. Кассету этикеткой в нашу скорбь. Ну, чтобы мы её видели. Заряжаем в камеру. Готово. Закрываем ключок. Теперь нам нужно настроить нашу камеру. И первое, что мы сделаем, это выберем частоту кадров. Она может быть 32 кадров в секунду. 24, 18, 12 и 9. Но для киноплёнки Super 8 стандартная частота является 18 кадров в секунду. Именно такую частоту я и поставлю. Как настроить выдержку? Да, собственно, никак. В этой камере выдержка зависит от частоты кадров. Если мы с вами выбрали 18 кадров в секунду, то наша выдержка будет составлять 1,43 секунды. Откуда эта цифра? Я её нашёл просто в описании к этой камере. Итак, нам известно, что ISO 200, выдержка, которую мы с вами нашли в инструкции, 1,43 секунды. Осталось определить диафрагму. Для того, чтобы определить диафрагму, нам потребуется спотметр. Что мы на нём с вами будем выставлять? Мы с вами выставим ISO 200. Мы с вами выставим выдержку максимально близкую к 1,43 секунды. 1,6 секунды будет слишком короткой выдержкой. Если мы снимаем на негативную плёнку, всегда лучше немножко пересветить. И замеряемся экспонометром по нашей сцене в разных местах. В яркие света и в глубокие тени. И получаем различные значения. Как вы видите, я получил два значения диафрагмы. 22 и 5,6. Какую из них я выберу? Конечно же, 5,6, потому что я снимаю на негативную плёнку. Всегда помните, негативную плёнку лучше пересветить на 1, на 2, на 3 стопа и даже на 4 стопа, чем не досветить. Для того, чтобы выставить диафрагму, нужно воспользоваться вот этим вот кольцом. Вы смотрите сюда вот и там видите стрелочку, по которой вы можете выставить диафрагму. А теперь мы будем разбираться с гениальным советским дизайном. Как нам включить фильтр для того, чтобы снимать на танкстен плёнку? Вы будете удивлены, но это вот так вот. Это невозможно понять, это нужно просто запомнить. И ещё один нюанс. Когда мы с вами выставили фильтр солнечный для съёмки на танкстен плёнку, мы немножечко с вами внесли изменения в нашу экспозицию, потому что фильтр съедает примерно 1 стоп. Но в данном случае это не принципиально, потому что мы уже заложились на пересвет плёнки дважды, когда выбирали выдержку и когда выбирали диафрагму. Мы два раза заложились на пересвет плёнки, поэтому плюс-минус 1 стоп уже не принципиально. Даже, наверное, будет лучше, что мы вернули 1 стоп с помощью этого фильтра. Если вы снимаете на D плёнку Daylight, то этот фильтр переключать в такое положение не нужно, и никакого стопа он съедать не будет. Ну и последнее, что вам нужно знать про экспозицию, что вам обязательно нужно иметь с собой ND-фильтр, потому что, как правило, солнца слишком много для съёмки на киноплёнку, и нам нужно дополнительно затемнять, иначе просто не хватит вашей диафрагмы. Ну что, приступаем к съёмке. Осталось самое приятное – завести мотор. Одного такого взлуда хватит примерно на минуту съёмки. Ну что, понеслась. Будем тратить драгоценную плёночку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ